Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня наше футбольное обозрение расскажет вам о командах юношеских футбольного клуба «Славия Мозырь», которые наконец-то начинают игровой сезон. Юношеская перенос среди команд высшей лиги – состязание крупномасштабное, собирающее по свои знамена футбольные дружины разных возрастных групп. У футбольного клуба «Славия Мозырь» такие команд четыре – 1998-1999 годов рождения, 2000 года рождения, а также 2001-2002 годов рождения. Каждая футбольная дружина имеет свои цели, задачи, у каждой команды, есть свои особенности, даже, можно сказать, свой почерк какой-то степени игровой стиль. Самые младшие футболисты 2002 года рождения только дебютируют на этом уровне, и первая часть чемпионата стала для этой команды периодом сыгранности, знакомства с большим республиканским футболом. Первый круг прошел, ну, хорошо прошел. Мы сейчас концентрены на этой таблице, но это как бы опыт для детей. Мы собрались первый год, дети занимались своих тренировок, мы собрались первый год вместе и играем. Поражение, а вместе с ними и не самое высокое место в турнирной таблице перенства лишь закаляют наших ребят, которые во втором круге постараются наверстать упущенные победы. Хотя главная задача у них на сегодняшний день – приобретение бесценного опыта, который позволит дальнейшим занимать призовые места во всех турнирах, где будет участвовать «Славия Мозырь-2002». Результат, естественно, ну, как бы на нас, в принципе, не дает, но требует от детей, от пацанов, чтобы они выходили и старались побеждать в каждой игре. Ну, покуда не получается, потому что, ну, еще сыгрываемся. Первый матч ждет эту команду в пятницу, когда на поле стадиона «Полесье» в Козинках «Славия Мозырь-2002» будет экзаменовать спортивная дружина, представляющая футбольную школу «Мурашка». Начало игры в три часа дня. Успешный результат во многом зависит от лидеров нашей команды – Константина Плешкова и Артема Фалинского, который рассказал нам о том, каким запомнился ему первый круг лицензионного турнира и своих надеждах на вторую половину этого интересного и очень полезного перенства. «Приобрел больше навыков, играл как можно больше, два с половиной тайма. Игры понравились мне в общем. Ну, во втором круге мне, конечно, кажется, что мы лучше сыграем, чем в первом, ведь в первом мы как бы после такой подготовки. Но я хотел бы еще сказать, что в первом круге было так тяжеловато. Думаю, что во втором у нас будет что-то получаться». Надежда на выступление в главной команде своего родного клуба «Герб Славии Мозырь на груди». Что это значит для нашего собеседника? «Ну, выступать дальше за команду Славии Мозырь я, наверное, не знаю, как получится. Но сейчас я горжусь, что играю Славии Мозырь и отстаиваю честь команды на поле». Честь клуба, его герб на груди. Какое значение придут ему наши юные футболисты? Это вопрос уже к представителю команды 2002 года рождения. «Конечно, имеет. Это все-таки команда родного города. Всегда, когда выходишь с этим гербом на игру, какие-то эмоции испытываешь и стараешься не подвести город». Вообще, насколько важно это – быть командой? Действительно ли СИЕ помогает на футбольном поле ребятам, да и в обычной жизни тоже? «Когда команда, тогда легче играть, легче испытывать какие-то проблемы, радоваться веселее. И это хорошо, когда есть такая хорошая команда». Болельщики в Мозыре футбол любят. Посещают матчи, но в основном это касается профессиональной команды, ее дублирующего состава. А вот юношеские коллективы, на взгляд Александра, нуждаются ли они в громогласной помощи полейских любителей футбола? Являются ли зрители источником какого-то особого вдохновения молодых футболистов Слави и Мозырь? «Да, будет играть приятнее. Конечно, всегда хочется, чтобы приходили болельщики. Но я с нетерпением думаю, команды тоже с нетерпением их ждут. И я думаю, что мы их не подведем, и им понравятся наши игры». Тренирует эту команду наш прославленный нападающий Александр Александрович Клименко, требовательный наставник молодого поколения, который в первом круге, имеем в виду Слави и Мозырь 2001, сумело порадовать своих почитателей. «Понравилось, что дома играли, можно сказать, что хорошо, из четырех игр. Три выиграли. Мы проиграли Гомеле, тот гол один, единственный за четыре домашних игры, пропустили с пенальти. На выезде, да, было тяжело, потому что есть ряд причин». Какую задачу ставит Александр Александрович перед своими воспитанниками во втором круге юношеского переноса республики среди команд высшей лиги? «Надеемся, что будем не ниже места, на котором сейчас находимся, но хотелось бы быть как можно выше». Если сравнить то поколение игроков, которому принадлежит Клименко, и нынешнее поколение, поколение воспитанников Александра Александровича, то что можно сказать по этому поводу? «Наше поколение было как футбол, может быть, совсем другой, и здоровья у детей побольше было, но не было столько соревнований, как сейчас. Потому что сейчас для них, как бы можно сказать, что условия созданы очень хорошие, и игры проводятся прилично. Чемпионат Беларуси, высшая лига – это не то, что у нас был хрустальный мяч или один выезд на какой-нибудь турнир в год. Первый матч этой команды мы увидим в ту же пятницу на том же стадионе Полесия в Козинках, где будет принимать своего соперника и самая младшая команда футбольного клуба «Славия Мозырь». Только ребята 2001 года рождения начинают свою игру в час дня с представителями Республиканского государственного училища Олимпийского резерва. Днем позже, в субботу 25 марта, на поле стадиона «Спартак» выйдут старшие юношеские команды футбольного клуба «Славия Мозырь». В полдень игра самой старшей команды. В два часа дня матч спортсменов 2000 года рождения, которых у нас тренирует Вячеслав Федорович Шевчик. Его мы попросили вспомнить первый круг чемпионата, состоявшийся в 2016 году. Хороший был первый круг у нас. Хотя ставили мы задачу подняться все-таки выше, мы сейчас на шестом месте в турнире таблицы находимся. Самое интересное то, что у нас по итогам чемпионата первая четверка играет финальную часть. Поэтому очень хотелось бы попасть в четверку. Первые три места, конечно, у нас практически недосягаемы, но четвертое вполне нам по силам. Поэтому первый круг был хороший и очень хотелось бы, чтобы во втором круге мы смогли все-таки еще прибавить немножко и свою мечту осуществить. Воплощение этой мечты во многом зависит от качества пресс-сезонной подготовки, которую «Славия Мозырь 2000» прошла следующим образом. Пресс-сезонная подготовка в этом году получилась достаточно сложная, потому что чемпионат, как никогда, начинается в марте месяце. Всегда мы начинали в апреле, во второй половине. Сейчас фактически месяц у нас выпало из подготовительного периода. Не удался переход из зала на улицу. Это еще связано, к сожалению, с погодными условиями. Очень сложные погодные условия, потому что идет дождь, и проблематично найти более-менее пригодный кусочек газона для того, чтобы можно было отработать какие-то варианты игры. Команда, вне всяких сомнений, соскучилась по официальным матчам, однако уже в первую неделю игрового сезона ее ждет тяжелейшее испытание в виде трех спортивных поединков. Начинаем мы уже на этой неделе. 25 числа мы принимаем дома Бобруйскую Белшину. И на этой неделе у нас сразу три матча. Сразу буквально в среду 29-го уже у нас выездная игра в Витебске. И на выходных уже 2-го числа, если не ошибаюсь, апреля мы принимаем дома Гомель. Поэтому сразу начало такое бурное, скажем так. Хотелось бы более медленное втягивание, но как есть, так есть. То есть чемпионат идет и будем соответствовать тому, как оно по календарю происходит. То, что хотелось, конечно, хотелось, скажем, отработать больше все-таки в плане технико-тактической подготовки и тактико-технической. Потому что, еще раз повторюсь, в связи с тем, что мы не сумели, нет возможности выйти на натуральное или хотя бы просто нормальных размеров футбольное поле. В этой команде собраны хорошие спортсмены, которые только в начале своего, будем надеяться, длинного пути профессионального футбола. Первый круг мы провели, можно сказать, не очень. Должны были оказываться выше в таблице, хотя бы в пятерке оказались ниже. Я думаю, мы окажемся в четверке и будем играть в плей-офф. Не так давно мы видели Николая в матчах старшей юношеской команды соперниками из Гумеля. Разница в возрасте и в юношеском спорте ощущается, причем, довольно сильно. Но Коля, как нам показалось, смотрелся в той игре. А вот какие воспоминания, ощущения остались у самого Дулуба о гомельском вояже. Было, конечно же, трудно, но что поделать, надо играть, доказывать, что я полезен команде. На год старше Коли еще один талантливый воспитанник футбольного клуба Славия Мозырь Андрей Хамлюк. Защитник, настоящий оплот обороны своей команды. Славия Мозырь, 1998-99 годов рождения. Первый круг начали неплохо, я могу сказать, но у нас, если полностью приводить все выводы, то у нас были и провальные матчи, естественно, и были непровальные. Даже, допустим, с Динавой Минской мы его дома очень сильно провалили, 5-0 проиграли. А последний тур первого круга с Батэ выиграли 1-0, и они ничего не могли создать, тоже хороший соперник. Ну, ничего, я думаю, во втором круге постараемся намного лучше сыграть, выступить и набрать как можно больше очков. Как чувствует себя Андрей? Доволен ли он кондициями, которые удалось набрать к старту игрового сезона 2017 года? Чувство по себе, что физически уже набрал форму хорошую, а при сезоне подготовка к сезону, я могу сказать, что прошло даже очень хорошо, понравилось все. Ну и уже соскучились, уже ждем с нетерпением выезд в Гродно. В Гродно Андрей поедет вместе с дублирующим составом футбольного клуба «Славия Мозырь». И часто в этом сезоне игроки старшей юношеской команды будут выступать и за дубль, так же, как тренер «Славия Мозырь». 1998 Максим Николаевич Суховеев. Беседу с которым мы начали с воспоминания о первом круге юношеского чемпионата республики среди команд высшей лиги. Первый круг мы долго вкатывались, нам тяжело выйти в сезон все время почему-то. Это как бы провели, наверное, ниже четверочки, ниже среднего, я бы сказал, так же. Потеряли много очей, которые, надеемся, во втором круге будем наверстывать. 1998-1999 год ребята в нашей команде находятся за команду. Ну, получается, команда 8-9, но играть может одновременно на поле находиться три игрока только 1998 года. Все остальные 99-й, ну и 2000-го, сейчас дозаявляем вратаря 2000-го года. Подготовились, в принципе, я считаю, неплохо. Провели тестирование перед сезоном, перед началом предсезонного сбора и сейчас перед сезоном. Тестирование показало, что очень прилично прибавили ребята, ну и будем надеяться, что на поле это скажется. Физическая команда будет готова хорошо, плюс тактически позанимались. Я думаю, что подходим в хорошей форме. У этой команды сложность может возникать в связи с привлечением футболистов к играм за дубль. То есть, игровой график будет чрезвычайно насыщен. Это так, да. Но, как бы, задачу всегда ставим выходить, сыграть максимально на пределе своих возможностей. Естественно, положительный результат. Ну да, как вы сказали, что будет сложно, потому что придется до середины мая некоторым ребятам придется провести порядка 17 матчей. Это очень тяжело, это получается через день, через два игры. Поэтому задача будет, еще одна задача будет, чтобы ребята не получили травмы. Еще одна главная задача, чтобы все остались здоровы. Потому что там будет немножко уже попроще, чемпионат закончится, и мы не будут концентрированы все на играх за дублирующий состав. Еще раз скажем, что матч нашей старшей юношеской команды состоится в субботу на стадионе «Спартак». Соперники, сверстники из Бобруйска, представляющие футбольный клуб «Белшина». Начало игры в полдень. В завершении нашего рассказа о юношеской команд нашего клуба интервью начальника отдела молодежного футбола футбольного клуба «Славия Мозырь» Вадима Николаевича Тябуса, которого мы спросили о задачах наших юных команд на 2017 год. Во-первых, успешного выступления во втором круге, ждем от наших команд. Во-вторых, старшие команды, больше людей отдать в дублирующий состав, это их главная задача. Ну и дублирующий состав, главную команду передавать детей, это наша работа, нашего центра. Это главное. Большое поспорье скорейшему развитию мастерства нынешние юношеские турниры. Особенно республиканская перенеса среди молодых команд высшей лиги. Хотя, с другой стороны, как в случае с нашей командой 98-99 годов рождения, график игр бывает и слишком напряженным. Ну, знаете, лучше, мне кажется, и напряженный такой график, в таком графике работать напряженным, чем вообще без игр остаться. Поэтому это дает большую пользу, ребята все время в тонусе, и в основном видно их рост, и видно рост команд и игроков. Уже на этой неделе начинается игровой сезон у юношеских команд. И вы, уважаемые любители спорта, футбола, надеемся, не упустите возможность увидеть это воочию. 24-25 числа начинается второй круг лицензирования. Приглашаем всех на футбол. Болейте за наших ребят, приходите на стадион. Ну что же, дорогие друзья, будем следить за успехами наших юных футболистов и ждать пополнения в главную профессиональную команду «Славия Мозырь», которая когда-нибудь всенепременно станет играть на международной арене, имея в своей основе собственных воспитанников. Ну что же, дорогие друзья, будем надеяться, наши команды будут показывать хорошие результаты, а мастерство футболистов позволит им шагать дальше уверенными шагами по лестнице спортивного совершенствования. На сегодня это все. С вами было футбольное обозрение Евгений Монархович и Олег Фистер. До свидания.